Сегодня я хочу, чтобы мы все вместе открыли книгу «Исход 32-ю главу». Кто-то из вас видел когда-нибудь спектакли, поставленные Евгением Гришковцом? Видели кто-то? Видели? Ну, я смотрю, много рук видели, да, у него, он самый автор этих спектаклей, самый режиссер, сам чаще всего и главный актер, единственный актер своих моноспектаклей, вот. И вы знаете, я помню одно время я смотрел его спектакли и очень-очень ему завидовал. Очень завидовал Гришковцу. Почему? Потому что вот этот человек, который вот созидает свой спектакль примерно в течение года. Потом на следующий год он с этим спектаклем ездит по разным городам, на гастролях, показывает этот спектакль. Во время этого года, пока он ездит с этим спектаклем, он пишет еще какой-то спектакль. И потом уже два спектакля может показывать. То есть он примерно выдает, ну, по крайней мере, раньше выдавал один спектакль в год. И вот у него уже набрался ряд спектаклей, с которыми он ездит. Ну и каждый год примерно добавляется новый спектакль. И видишь его спектакли, где очень хорошо подобрана и музыка, какие-то слова точены. Потому что когда он часто гастролирует, он еще как-то продолжает дорабатывать детали своих спектаклей. Вот. И поэтому, когда включаешь видеозаписи с его спектаклями, это довольно сильно касается. Там очень много есть важных моментов, которые, ну, и христианам хорошо бы об этом подумать, поразмыслить. А у меня все не так. У меня все не так. Почему? Да потому что я проповедник. Потому что я пастор. Потому что я должен каждое воскресенье приходить и что-то рассказывать. Но за неделю очень трудно набраться новыми откровениями, новыми какими-то проповедями. Да и вообще просто эмоционально набраться новых впечатлений бывает непросто. И поэтому вот проповедуешь, а потом проходит время. И ты думаешь, а, вот я там проповедь говорил, а у меня такой пример хороший. Жалко, вот я вот не знаю, вот надо было вот этот пример сказать. А тут вот еще интересная мысль и очень интересное местописание. Вот жалко я вот тогда, когда об этом проповедовал, ну, не сказал об этом. И, например, гениальный Бах, он занимался тем, что в церкви святой Фомы он писал кантаты. И он одно время в Лейпциге, в церкви святого Фомы, он должен был каждое воскресенье писать новую кантату. Так вот, Бах при всей своей гениальности, гениальный дар был, ну, не мог он писать для каждого воскресенья новую гениальную кантату. У него написано более трехсот кантат, духовных кантат. И, ну, прямо скажем, не все там гениальное, хотя, ну, Бах, Бах был гений. Я думаю, я не гений, я не Бах. Я должен тоже каждое воскресенье что-то делать. Думаю, вот было бы так здорово, вот я так иногда думаю про себя. Вот было бы так здорово, если бы я мог проповедь в течение года делать, ну, ладно, не как Гришковец все-таки, мы верующие, нам Бог помогает. Ну, три проповеди, ну, четыре проповеди, ну, пять проповедей можно было бы сделать. Зато как их можно было бы сделать? Уже прямо отточить и где-то музыку вставить там, где-то интересный пример, где-то какую-то сценку или миниатюру показать. И вот в течение года сделаешь там, предположим, несколько проповедей и все. Ну, нет, нужно каждое воскресенье делать, каждое воскресенье делать, каждое воскресенье делать. И вот смотришь на Гришковца, завидуешь ему и думаешь, у меня вот надо вот как-то все по-другому. И иногда возникает вот такое ощущение, что словно ты как будто живешь не жизнь, а какой-то черновик жизни. У вас бывало так? Вот черновик вот ты жизни, вот живешь. Потому что вот можно было бы вот из этих проповедей, которые проповедуют в течение года, вот собрать несколько, ну, просто блестящих, просто потрясающих. Ну, нет, вот следующий год мне что там, время собирать? Нет, опять нужно каждое воскресенье, каждое воскресенье, каждое воскресенье, каждое воскресенье делать. И вот думаешь, вот была бы такая жизнь. Весна, афиши по городу, весенняя проповедь Виктора Судакова, собирайтесь, собирайтесь. И все, о, Виктор новую проповедь написал, а последняя зимой была, а сейчас весенняя у него, четыре проповеди в году. Все собрались, послушали, да, молодец наш пастор. В конце собрания о летней проповеди будет объявлено позже. И вот так вот сидишь, смотришь, думаешь, так бы можно было бы подготовиться хорошо, такую бы проповедь сделать. Но надо каждое воскресенье делать. И вот смотришь на жизнь, и, как помните, однажды я говорил, план А и план Б, помните, да? И вот думаешь, почему так вот? Вот почему вот так вот все происходит? Не по плану А, вот как могло бы быть все классно, а по плану Б часто все проходит. Не хотел бы вот так вот, тут проблема, тут проблема. И вот я иногда смотрю на свою жизнь, вот на этот план Б, и думаешь, ну почему так все происходит? Так бы хотелось, что все было бы несколько иначе. Я помню, на прошлый день рождения свое, у меня было большое желание, думаю, вот хочется вот иногда вот собраться, что вот все наши родственники, вот наша большая семья могла собраться. И я решил, думаю, на свой прошлый день рождения соберу всех, мы так все соберемся. И вот так, и вот все, и дяди, и тети, которых уже давно не видели, и все вместе соберемся. И вот вся семья, вот как-то вот сядем мы. И я даже про себя уже речь приготовил, как я вот встану и скажу, родня. У вас бывало так, что вы где-нибудь в душе моетесь, и какую-нибудь ситуацию придумываете, и что бы вы сказали, вот придумываете? Бывает так вот? У меня бывает так вот. Какая-нибудь ситуация, я думаю, а я вот скажу так, родня, вот так вот. Я такую речь приготовил, аж в душе расплакался, думаю, сильно. Вот, ну конечно, там еще вода лилась, там непонятно, где слезы, где вода, но воды, вода была. Вот, и вот так вот. А потом приближался день рождения, а у нас семья большая, там человек, наверное, 40, может быть, даже 50, если всех собрать, вот там всех. Вот, а потом приближался день рождения, и этот не может, а этот тоже не может, а этот уехал. А потом еще перед самым день рождения мой сын маленький заболел, и все, у кого маленькие дети, к нам не пришли, чтобы случайно не заразиться, и вообще никого не было практически. И я вот сижу так, смотрю, речь не стал говорить. Думаю, не в тему эта речь будет. Вот, думаю, вот так хотел собраться вот всех, вот как-то вот, а все как-то пошло вот. Не так пошло все. Не так все пошло. Или вот на прошлой неделе у меня вот событие было, вы знаете, у меня просто хочу похвалиться своей младшей дочерью, которая просто образец целеустремленности и трудолюбия. Она четыре раза участвовала в конкурсе Чайковского, ой, Чайковского, нет, все, пока не Чайковского, Прокофьева. Это международный конкурс юных пианистов Прокофьева. Он проходит не каждый год, она четыре раза участвовала в этом конкурсе. Когда она в первый раз участвовала, она даже во второй тур не прошла. Когда она второй раз участвовала, она стала дипломантом конкурса, уже отмечено. Когда она участвовала третий раз, она стала лауреатом третьей степени, то есть заняла третье место. И вот на прошлой неделе был конкурс, она участвовала в четвертый раз и стала победителем, получила лауреат первой премии. Слава Богу. И мы все такие радостные. И я радостный. Даже не столько за Алису, сколько за Диану радостный. Как она радовалась. И все мы такие радостные. И все такие радостные. И вот этот день на прошлой неделе, когда нужно было награждение, я такой приехал на награждение, и так все хорошо, и там наградили, и все. А я выхожу с награждения, а моя машина, она была припаркована вдоль дороги, там машины стояли, там можно было парковать, нормально припаркован. Я подхожу к своей машине, а там боковое зеркало, оно просто свисает. То есть кто-то мимо проехал, задел мое боковое зеркало. Когда я что-то делаю, я всегда беру ответственность на себя. Но почему-то жену не что сею. И кто-то, видно, задел, пока я там был на награждении, и уехал. И я подхожу и смотрю, это зеркало висит, оно такое, ну, зеркало висит, стекло разбито все, корпус развален, оно так вот висит, и стоит такая машина моя. Я такой думал, такой радостный день. Должно же быть как-то все по-другому. Я должен прийти и сесть. То есть подходишь, например, к своей машине, как вот ты рисуешь, как должно все быть. Вот такой день, все хорошо, дочь потрудилась. Ты, как родитель, тоже трудишься над ее воспитанием. И вот ты приходишь, например, спускаешься, а там, например, у автомойки акция на улице декабристов, моем все припаркованные машины бесплатно. И ты приходишь, а твоя машина вымотая стоит. И ты такой, о, вот это да, здорово. Вот как бы вот такого, по идее, ты внутри ожидаешь. Но жизнь по-другому все расставляет. Ты пришел, машина такая же грязная, и зеркало разбито. Вот так вот свисает это зеркало разбито. А потом еще позвонил Леша, говорю, мне тут зеркало разбили. Он мне сказал, сколько стоит новое зеркало. У меня вообще настроение ушло. Я вообще расстроился. Думаю, вот так вот, вот так вот называется. Вот так вот все в жизни, да? Вот. И если неверующие, они, когда такие порой происходят моменты, они куда идут? Ну, к бутылке они идут. Куда они еще идут? То мы куда идем? К Господу, правильно. Мы идем к Господу. И возникает много вопросов. Думаешь, Господь, ну почему-то вот как-то вот так все происходит в жизни у нас. Часто вот так вот происходит. И тут что-то не так. И тут разбито все. И там так все вышло. И так все получилось. И тут все так. Вот так вот все получилось. И ты думаешь, вот я же хочу другую жизнь-то совсем для себя. Я же не такую жизнь хочу. Я же хочу такую жизнь вот. И опять ощущение, о котором я сказал вначале, словно ты не своей жизнью какой-то живешь, какой-то чужой жизнью, жизнью какого-то грешника, который все время отгребает за то, что плохо делает. Но ты-то не такой. Ты-то все хорошо делаешь, правильно? Ты должен, наоборот, сеять великое, доброе, вечное. Жать, точнее. Вот ты же и сеешь это, да? А ты что-то сеешь хорошее, а жмешь вот так вот. Вопросы возникают. И куча всяких вопросов. И к Богу очень много вопросов возникает. И вы знаете, вот я увидел в жизни, что Господь до нас допускает подобные ситуации для того, чтобы мы извлекли три вещи, три урока для себя. Открыли Исход 32 главу. И вот тут написан самый первый урок, описан точнее. Исход 32 глава, с первого стиха начнем. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказывал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли ко Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «О, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И вот посмотрите, здесь описано, здесь такое идет яркое описание, ситуация, когда Моисей замедлил на горе. То есть люди-то его ждали, и они ждали, что должен прийти лидер с откровением от Господа. Но опять все как-то пошло не так, все. И его нет, и нет, и день нет, и три нет, и неделю нет, вторая неделя пошла нет, и третья неделя пошла нет. И сколько можно ждать этого Моисея? Время идет, а его нет. И тогда в ожидании этот боголюбивый, богоизбранный народ решили, ну ладно, что-то по-быстрому тут поменяем Бога, сделаем тебе и золото. Все сделали, сплавили. И вы знаете, первый самый урок, когда в нашей жизни что-то идет не так, когда в нашей жизни что-то идет не по плану, самое первое. Бог показывает нам реальность. Бог показывает нам реальность. Вот картина духовности израильского народа. Вот. Потому что до этого им казалось, мы идем за Моисеем, мы просто люди Божьи, как один следуем за нашим вождем. Потом что-то пошло не так, и все проявилось. Вот оказывается что. Вот оказывается что. Вот так. Вы думаете, вы такие любящие Бога, вы такие посвященные, прям такие жаждущие. Вот. Вот картина. Когда несколько лет назад ситуация политическая напряглась в нашем регионе, возникли трения между разными странами бывшего Советского Союза. То, что все мы знаем, да, эту историю. Почему все пошло так странно? Как-то странно. Но вы знаете, я для себя извлек очень большой урок. До этого мне казалось, что столько церквей поднялось в бывших странах Советского Союза, столько молодых пасторов, столько молодых проповедников, такие крутые группы прославления. Просто такая великая духовность пошла. Но после того, как несколько лет назад случились эти политические перипетии, конфликты, то я увидел, что верующие, христиане из разных стран начинают так агрессивно, с такой ненавистью общаться друг с другом, ссориться, конфликтовать, что-то друг друга доказывать, предавать друг другу анафеме. Некоторые пасторы схватали автоматы, и такая агрессия пошла. Я вам честно скажу, для меня было такой-то неожиданностью. Я думал, мы уже такие все духовные и такие любящие, и наше единство, это такая просто монолитная скала. Но случилась сложность, что-то пошло не так в экономических политических играх между властями разных стран, и наша духовность так раскрылась, а вон оно оказывается так. Когда все хорошо, все так выглядят красиво, но как только что-то пойдет не так в твоей жизни, вот и начинается вылазить настоящие вещи. Когда кто-нибудь проходя мимо твоего места, случайно наступит тебе на мизинец своим тонким каблуком, вот и проявляется твоя истинная духовность, брат. Так и приходит. И поэтому драгоценные мы видим в Слове Божьем, как много сложных ситуаций, которые просто раскрывали людям истинную картину. Та трагедия, которая произошла в жизни Иова, раскрыла ему реальность. А вот оказывается, какие у него друзья были. Наверняка он никогда их еще не знал такими. Когда он был вельможей, в земле Уц, все было несколько иначе. А тут вот кризис и все раскрылся. Он и свою супругу тоже увидел по-новому, людей вокруг себя увидел по-новому, но все это он бы не увидел, если бы не было вот этого кризиса, этой так называемой странной черновой жизни, если бы все не пошло так, как он не хотел. Точно так же в жизни Авраама, когда возникли напряги и один из правителей положил глаз на его жену, и тут же что проявилось? трусость Авраама, насколько он был трусливым, насколько этот отец веры, о которой мы сегодня часто проповедуем, но у него тоже была и трусость, и хитрость, то есть драгоценные все эти ситуации, они раскрывают для нас реальность. Все хотят быть с человеком, который победитель, все хотят быть с человеком, у которого все хорошо, но именно когда у тебя в жизни сложности, когда у тебя в жизни кризисы и трудности, только тогда ты видишь реально, кто находится вокруг тебя. Ты начинаешь видеть вот эту реальную картину, которая при прочих условиях была бы тебе совершенно неизвестна. Поэтому самое первое, почему в нашей жизни такое происходит, чтобы мы увидели с вами реальность. Второй урок. И откроем вторую историю, вторую историю Даниил, третья глава. Даниил, третья глава. Тринадцатый стих. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привезти Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы Сидрах, Месаха и Авдинага богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, и поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месаха и Авдинага и сказали Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленный огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вы знаете, очень легко порой перепутать настоящую веру Божью с самоуверенностью. Помните, на одном из собраний мы говорили об апостоле Павле, почему он уходил в Аравию. Помните, мы говорили, как вначале апостол Павел, да, сначала он ревностно бросился проповедовать, но Бог желал что-то изменить внутри его, не просто, чтобы он с таким же рвением, как раньше проповедовал иудаизм, теперь начал проповедовать христианство, нет, Бог что-то хотел изменить в нем, не просто, чтобы это было старое сердце с новыми словами, Бог захотел, чтобы его сердце было новым. Очень нередко молодые, особенно проповедники, они любят такие вещи громкие заявлять, и в этом кажется, вау, сколько страсти, сколько огня, но это часто не вера, это часто обычная самоуверенность и наглость, настоящая вера, она проявляется именно тогда, когда ты оказываешься в кризисе, когда ты оказываешься в этой тяжелой ситуации, когда что-то пошло не так, все готовы радоваться, когда все хорошо, одно дело, когда ты едешь, и, например, в новой машине к тебе пришел брат и сказал, ой, слушай, я хочу благословить тебе машину, и он дает тебе машину, ты стадишься в машину, едешь в новой машине и славишь Господа. Сложно славить Господа, когда тебе благословили новую машину? А когда ты едешь в машине, и ты не можешь смотреть, потому что у тебя свисает кем-то сбитое боковое зеркало, и ты сидишь, и ты что только не передумаешь про людей, которые сбили тебе зеркало и уехали. И вот в этой ситуации прославить Господа – это совсем иное прославление. Согласитесь? Помните у пророка Аввакума, да? Вот как раз говорится, если бы и виноградная лоза не дала свой плод, помните, если бы и маслина не распустилась, то есть если бы в жизни было бы много-много-много-много проблем, и тогда я буду славить Господа. Потому что именно это и есть настоящее прославление. Потому что именно когда все идет не так и проявляется то, во что ты веришь на самом деле. Веришь ли ты в Него, уповаешь ли ты на Него, или ты уповаешь на что угодно. Одно дело, когда, знаете, вот Сидрах, Несах и Авдинага вместе с Даниилом они вот ходили, были важными вельможами в Вавилоне. Это одно дело. Другое дело, когда им сказали если вы не поклонитесь идолу, все, будете преданы смерти. И вот когда все идет не так, продолжать уповать на Бога и сказать вот эти слова, как они сказали, отвечали, нет нужды нам отвечать тебе на это, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. и вот проявить свою веру в такой ситуации только в кризисе ты можешь увидеть, на кого ты действительно уповаешь. Поэтому в нашей жизни периодически возникают эти кризисы. Они проявляют тебе, тебя же самого. Они проявляют настоящую веру. вы знаете, я помню, когда в свое время мы решили переехать в новое жилье, и мы решили построить себе дом, и как-то вот мы так посчитали все, что мы продадим квартиру, которая у нас есть, и там как-то вложим, и все как-то должно было примерно совпасть. Но как это обычно бывает в жизни, а расходы оказались больше и намного. Расходы оказались больше и оказались намного больше. Я до сих пор помню вот эти ситуации, когда я человек очень далекий от строительства. Я помню, я вот сидел в своем недостроенном доме, все, что у нас было продали, этот дом недостроен, и денег у нас практически уже нету, и они закончились. И люди еще вокруг, они тебя так бывает вдохновляют. Я помню, позвонил своему папе, говорю, папа, что делать? Папа говорит, ну что, ты откусил кусок, который не сможешь проглотить, а тебе я сразу сказал. Я говорю, спасибо, папа. И иногда, знаете, вот таких ситуаций возникает, и еще вокруг тебе говорят, так что вообще жить не хочется. Я до сих пор помню эту ситуацию, я там, я сидел в этом недостроенном доме, и я просто понял, что порой не на кого даже надеяться, не на кого уповать, и деньги там кончаются, и все. Это, наверное, один из моментов моей жизни, когда я вот пережил, что такое вера Божья. Я помню, я там сидел, сидел, и почувствовал, что вот что-то наполнило меня. Я думаю, что-то подобное, что наполнило, когда Иов говорил, я знаю, Скупитель мой жив, когда там герои Библии в кризисе взывали, что-то вот наполнило. Думаю, что я переживаю? Ну, я же уверен в Господа. Я же уповаю на Него. И тут же, знаешь, всякие случаи, ну, ты и тогда уповал, но не все получилось, а тогда, помнишь, уповал, вообще ничего не получилось, а сейчас ты уверен? Тут же наша память напоминает нам кучу негатива из прошлого, вдохновляя нас на новые победы. И вот ты сидишь, и, с одной стороны, я чувствую наполнение внутри, в своем духе, с другой стороны, куча всяких негативных мыслей в разуме. И вот, когда ты сидишь и принимаешь решение, а я пойду не за суетливым разумом, я пойду за сердцем своим. и вы знаете, это один из таких, наверное, чудесных моментов моей жизни, когда вдруг такие вещи произошли, когда я это пережил, вдруг потом разные люди, причем не только из России, из разных стран, там один мне позвонил, верующий из Германии, говорит, Виктор, а мы тут молились, и у нас прямо на сердце помочь, благословить тебя финансами, мы регулярно слушаем твои проповеди, хотим выслать тебе финансы, они позвонили и выслали финансы, потом еще, 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 еще. Я вам скажу честно, я никогда в своей жизни не переживал до этого такое, что как будто небо открылось, и стали приходить такие суммы, которые обычно меня не благоставляют такими суммами. Это просто было похоже на чудо. И самое интересное, как только мы достроили дом, как будто все закрылось. А я уже так подумал, ничего себе, какие суммы, и стал уже думать, вот достроим, а еще что-то, а оно все закончилось, все. Я два раза такое переживал, второй раз это было, когда, помню, ну, мы живем там, где не добраться, там нет общественного транспорта, вот, и если ты там останешься, там невозможно жить без машины, и у меня есть машина, но я бываю на работе, а у жены там надо детей встречать, и одно время ей помогали, и она ездила там на машине, не нашей, просто нам дали ее на время, а потом ее раз и забрали. Я такой думаю, как ее забрали? Мы уже к ней привыкли, жена уже не может, жена уже не может без машины, мы уже привыкли к машине, а деньги, а ее забрали, а я на работе, как она, как она сможет добираться, вообще до города, вообще куда-то? И возник вопрос, нужно еще машину покупать, я думаю, ничего себе, в наше-то сложное время, еще одну машину покупать, но другого выхода не было. Я помню, тоже так вот сидел, и тоже такое состояние было, а вот ты на кого уповаешь, на Бога или на кризисное время? С чем ты больше сверяешь свою жизнь? Я помню, когда, помню, мы решили купить машину, и я вот ее тоже так вот рассчитал, что вот нужно, вот так вот нужно, нужно, и уже прямо на несколько лет, что я буду отдавать за ее машину, как только, уже так расписал, думаю, ну, без нее никак надо, вот, придется каждый месяц выделять, думаешь, каждый месяц такие деньги. И вы знаете, и когда, помню, приняли решение, произошло что-то похожее чудо, как было с домом, словно открылось небо, и разные люди, которые вообще ничего не знали, ну, кто знает меня, я никому не рассказываю, ой, у меня плохо, у меня трудности, у меня проблемы, об этом люди не знали, тем уже люди не из нашей церкви, из других стран, и вдруг стали опять приходить финансы. Мы за эту машину рассчитались в течение полутора месяцев, всю сумму отдали. Я опять понастроил планов, думал, что-то как-то люди меня полюбили вдруг, столько благословляют, как только рассчитались с машиной, снова, пху, все прекращается, все по сторонам. Я к чему это говорю? Если бы не было кризисов, вот это жизненных кризисов, если бы в твоей бы жизни все шло бы всегда, как ты бы хотел, я думаю, ты бы и не знал до конца, в кого ты веришь больше, в Господа или в себя. Но в жизни часто возникают такие ситуации, что ты со всеми своими талантами, талантами, способностями, способностями, знаниями, опытом, чувствуешь себя совершенно без сил. Бывали так? И это именно когда кризисы, когда вопрос такой большой, а ответа нет. Когда проблема такая огромная, а у тебя нет никакого решения в жизни. Не случайно Иисус сказал, если не будете как дети, вот это детская доверчивость, когда Бог тебя учит, сколько бы тебе не было лет, мне вот 40 с лишним, да, кому-то 50 уже, а кому-то за 60, кому-то за 70, не имеет значения, даже если тебе 90 с лишним лет, ты ребенок в глазах Господа. И вот научиться всю свою христианскую жизнь, как дитя, приходить к Небесному Отцу, таким, какой ты есть. Потому что уповать тебе больше не на что и не на кого. Если бы не было кризисов, мы бы так и не видели, и не понимали, а во что мы в действительности верим. И поэтому, когда вот ты едешь, и все пошло не так, и зеркало у тебя из машины свисает, все разбитое и побитое, и ты сидишь в такой ситуации, знаешь, и ты сидишь, и вдруг наполняется изнутри. А я верю, что мой Искупитель жив. Я буду сидеть в этой разбитой машине и славить своего Господа, и поклоняться Ему, потому что я уповаю на Него. Это второй урок. И третий урок. Давайте прочитаем третью историю. Это вторая книга царств, шестая глава. И повезли... С четвертого стиха можно читать. Здесь говорится о том, как ковчег путешествовал в Израиль, возвращался точнее в Израиль. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом. И Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях и из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на акимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне, к ковчегу Господню?» И не захотел Давид везти ковчег Господен к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господен в доме Авидара Гефянина. Три месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда низший ковчег Господен проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал и с всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ифот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господен с восклицаниями и трубными звуками. И видите, вот история, когда что-то не так пошло в жизни царя Давида. И казалось бы, вот хорошее желание вернуть ковчег Божий в Израиль, чтобы снова Божье присутствие пришло. Поэтому они так радовались, когда возвращался ковчег, танцевали, ликовали. И вот наступает момент, повозка наклонилась, ковчег мог упасть, Оуза попытался помочь и падает замертво. Все. Трагедия посреди такого великого праздника. Вы знаете, мне очень нравятся фильмы художественные. где не просто показаны какие-то события, что-то поменялось в жизни. Мне намного более интересно следить за героями. Не что там меняется в жизни, а что меняется внутри. Так я для себя разделяю фильмы на хорошие и плохие. Для меня плохие фильмы, где что-то происходит, а люди как были, так и остались. Хорошие фильмы это когда что-то происходит в жизни героев фильма. Потому что третий урок, который лично я получаю из этих сложных ситуаций, когда кажется, что жизнь как черновик, словно это не твоя жизнь, и все ее не так, как ты предполагаешь, не так, как ты хочешь. Все это учит и преподносит тебе урок изменения, потому что ничто так тебя не меняет, как именно эти кризисные тяжелые ситуации. Проходя через них, ты меняешься и ты преобразуешься. Когда произошла эта трагедия с Озой там на Гумне, Бог что-то хотел показать Давиду, что он не знал раньше. И мы видим, что когда Давид снова решился перевести ковчег в Израиль, они продолжали радоваться, они продолжали веселиться, они так же скакали, но что-то все-таки изменилось. Через каждые шесть шагов они приносили что? Жертву. Это были шесть веселых шагов, они танцевали, они ликовали, шесть шагов, жертва. Дальше снова ликовали, торжествовали, шесть шагов, жертва. Вроде бы это походило на ту же самую радость, что у них была и раньше, но на самом деле все было несколько иначе. В их радости и в их ликовании было внутреннее глубинное смирение перед Богом. Я нередко рассказываю о каких-то тяжелых периодах, через которые я или наша семья проходила в жизни. И когда это все происходит, ты думаешь, Господи, зачем, почему? Но когда оборачиваешься назад, то постоянно видишь, что проходя через эти ситуации, ты выходил из них несколько другим человеком. Поэтому мне так нравится один из современных переводов книги притч, одного стиха, где написано, что боль может изменить человека изнутри. Именно это боль. Именно когда что-то идет не так. Внутри происходит эта ценная переплавка, ценное изменение происходит в тебе. И это третий урок, который нам преподносит жизнь, как черновик, жизнь, где что-то начинает идти не так, как ты хочешь, как ты раньше предполагал. И поэтому, когда мы смотрим на все эти сложности, мы видим, во-первых, они показывают нам реальность, что же на самом деле. во-вторых, эти тяжелые ситуации показывают нам, а на кого мы действительно упываем. И в-третьих, эти ситуации меняют нас в тот образ, который Бог желает видеть в нашей жизни. Сейчас я прошу, давайте закроем глаза и склоним головы. Я почувствовал этим утром, когда молился, что я почему-то должен сегодня говорить именно об этом. И я знаю, я много раз уже убеждался, если Бог меня как-то побуждает говорить о вещах каких-то, хотя я, может быть, планировал говорить другое, значит, у каких-то людей в церкви что-то происходит, и им необходимо услышать сегодня именно это. Я не знаю о каких и я не знаю, что происходит. Я просто хочу быть послушным Духу Святому. И мы с вами читали эти ситуации из Священного Писания Я бы очень хотел, чтобы читая Библию, мы видели в ней не просто истории прошлого, а видели в Библии себя, свою жизнь, свои истории. Да, может быть, детали немножко отличаются, да, там какие-то может быть, условия отличаются, но суть та же самая, все те же самые проблемы и сложности, с которыми сталкивались герои Библии, мы с ними сталкиваемся. Да, прошло две тысячи лет уже, прошло уже четыре тысячи лет, с некоторых событий, но все то же самое, и мы сегодня переживаем в своей жизни. Поэтому Слово Божье и библейские истории это уроки для нас. И если в вашей жизни в последнее время что-то идет совсем не так, как вы хотите, как вы думали или планировали, обратите внимание на эти три вещи. Первое, Бог желает вам показать вашу жизнь или какую-то отдельную ситуацию так, как оно есть. Мы нередко понапридумываем себе многое, живем не в реальности, а в фантазии. И вот кризисы снимают всякий маскарад, все там нафантазированное нами, оно просто слетает, и мы видим реальность, мы видим, что есть на самом деле. Тебе, может быть, не нравится эта реальность, но лучше знать реальность, чем быть счастливым в своем иллюзорном мире. Ты видишь, да, так оно есть. Во-вторых, увидеть в этих событиях, которые тебе так не нравятся, на кого же ты уповаешь на самом деле. в ком твоя вера. Когда у тебя нет сил, это прекрасная возможность воззвать тому, у кого есть вся сила и вся власть, призвать его святое имя. потому что даже спустя годы нашей христианской жизни мы должны как дети уповать на Господа, а не на наш опыт, не на наши знания, не на множество-множество проповедей, которые мы услышали за свои годы христианской жизни и посещение богослужений, участие в христианских собраниях. Спустя 10 лет после уверования, спустя 20 лет, спустя 30 лет важно все равно уповать на Бога, а не на свою силу. Не случайно сказано, что иными конями, иные колесницами, а мы продолжаем из года в год именем Господа хвалиться. И третий урок в том, что происходит в твоей жизни в последнее время, увидеть удивительную возможность преобразования, изменений своего сердца, своего характера. Всемогущий Господь, я молю сейчас за каждого человека, кто в этом зале. Ты проводишь нас, Боже, через сложные периоды, через трудные периоды, через кризисы, через испытания, Господи. Порой в нашей жизни происходит не так, как мы думали, как мы хотели бы, но мы знаем, что в нашей жизни все именно так, как ты желаешь. Мы верим, что ни одно испытание не случайно. И поэтому, Господь, я молю сейчас за каждого моего брата, за каждую мою сестру, укрепи их в их уповании, укрепи их в их вере, укрепи их, Господь, в их надежде, благослови, мой Бог, чтобы внутри они осознавали, ты не допускаешь испытаний сверх сил. У кого-то возможно сложности в финансовой сфере, им кажется, нет возможностей никаких, у кого-то возможно Бог проблемы со здоровьем, у кого-то мой Бог в семейной жизни трудности не могут найти общего языка друг с другом. Я молю, мой Бог, коснись их сердец сейчас, все преграды, которые есть на нашей дороге, мы можем преодолеть с Твоей помощью, и мы призываем Твое святое имя, Господь. Яви свою славу, яви свою силу, Бог, яви свои чудеса. Я не знаю, мой Бог, что там произошло у кого-то, или что-то случилось, но ты-то знаешь, Боже, я молю, коснись, чтобы сердце моих братьев и сестер наполнило вера, вера Божья, упование на Господа. Благослови, Иисус. Я молю, мой Божий, меняй нас из самоуверенных, делай нас уповающими на Тебя, из жестокосердных, делай нас милосердными. Благослови, Иисус. Иисус. И я молю, мой Боже, укрепи сейчас каждого христианина здесь, пускай внутри придет радость от того, что все в Твоих руках Ты проведешь и через ров со львом, и через огненную печь, и через Черное море, и через воды Ярдана, и через Иудейскую пустыню. Ты проведешь нас и через долину смертной тени. Укрепи, Господь, укрепи, мой Бог, чтобы мы могли всегда радоваться, всегда ликовать, всегда торжествовать, Господь, потому что наши жизни в Твоих руках. Возьми руку ближнего сейчас, и мы молимся, Господи, за всех братьев и сестер, которые сейчас проходят через личные испытания, через свои какие-то периоды сложности, экзаменов. Благослови, Господь, их. Во имя Иисуса Христа укрепи их, наполни их, Боже. Слава Тебе, Господь, честь и хвала. Редактор субтитров Корректор А.Егорова ... Субтитры сделал DimaTorzok